Герои неба 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 Борис Феортистович Сафонов Борис Сафонов – самый знаменитый в СССР и поистине легендарный летчик-реступитель первого периода Великой Отечественной войны. Он родился 26 августа 1915 года в селе Синярино Тульской области. Окончил школу-семилетку, железнодорожное ФСУ в городе Туле, местный аэроклуб. Там его инструктором была Валентина Грязодубова, впоследствии знаменитая летчица, герой Советского Союза. Первый боевой вылет Борис Сафонов совершил в начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года над полуостровом Рыбачи. Он атаковал Хенкин-111 и вел огонь до полного израсходования боекомплекта. Однако задымившемуся уражескому бомбардировщику удалось скрыться в области. Вечером 24 июня Борис Сафонов одержал свою первую победу. Вылетев для перехвата разведывательного «Юнкерса-88», он после долгой погони достичь его. Вначале наш летчик убил немецкого стрелка и повредил самолет, а потом длинной очередью отрезал ему хвостовое оперение. Машина упала во фухте Теленцы, и обломки ее подобрал подошедший как. Это был первый немецкий самолет, сбитый летчиками североморской авиации. 10 июля 1941 года Борис Сафонов получил звание капитана и был назначен командиром истребительной авиационной эскадрильи. Молодому КМС-ку вручили новую машину И-16, Тип-17. Сафонов влюбил свой самолет и лично следил за его состоянием. 14 июля он был награжден первым орденом Красного Знамени. В тот же день записал на свой боевой счет два сбитых бомбардировщика. 9 августа одержал сразу три победы. К концу месяца он совершил 130 вылетов, провел 30 для воздушных схватки и лично сбил 11 авиамашин противника. 15 сентября семерка истребителей под командованием Сафонова вступила в схватку с превосходящими 8 раз силами противника и уничтожила 13 вражеских самолетов, не потеряв ни одного своего. Командир лично сбил три авиамашины. В схватку Сафонов никогда не бросался, сломя голову. Бессмысленная храбрость могла дорого стоить в бою. Взбив однажды вражеский бомбардировщик, он немедленно атаковал Мессершмитт-109. Советский А быстро сократил инстанцию и ударил из пулемета. Мессер отвернул в сторону и не рассчитав высоты врез на сусорку. 16 сентября 1941 года за героизм, мудроство и отвагу, проявленные в боях, командиру из Кадыни 72-го смешанного авиаполка Борису Сафонову, было присвоено звание Героя Советского Союза в вручении в органы Ленина и медали Золотая Цвета. К моменту опубликования этого парня на счету летчика из эскадрильи было около 50 воркутных побед, из них 16 на счету командиров. В осенью 1941 года при возвращении обладания за бодом Золотом Мессера и Норизатором, он зашел в его хвост, а однако тон путь же повернулся и почти вертикально вошел вверх. За ним устремился и наше струбить, когда немецкий летчик начал делать переворот, прозремели в медкие очереди. Мессер загорелся и камнем пошел вниз. Немецкий пилот, который взял в шантали пылающую машину, не раскрыв парашют, приземлился на позиции советского синича. Пленный оказался матерым асом, или тренером. На его счету было 980 вылеток и 36 битых над Ла-Маншем самолетом. Показал отличный организаторский способ. Умение обучать и воспитывать подчиненных в законах получил очередное воинское звание майор и значительно увеличил счет битых над Ла-Маншем самолетом. 20-го марта стал командиром полка, которым начинал войну. Волк был переименован в «Ватаро-кварбейке». «Бдитель Ассо» выбрасывал не только золотая звезда героя, но и британская награда. «Борнер» и «ФС» — большой серебряный вес за летные боевые заступки. 30-го марта 1942 года летчик совершил свой последний 234-й вылет на прикрытие обоих кораблей союзников, который следовал в Мурмуте. Но, находясь в Курме, Сапонов-1-1-6 врагов и бомбок-бирурщиков «Юнкинс-8-8». Он стремительно атаковал противника и сразу убил его самолёт. В 1-3-й сам упал в море и войну. За свой недолгий боевой путь он произвёл около 300 вылетов и был первым из советских асов, кто уже в мае 1942 года имел на счету около 30 сбитых самолётов противника. 14 июня 1942 года Борис Абонов был награждён второй медалью «Золотая звезда» посмертно. Он стал первым из тех, кому дважды было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиги Великой Отечественной войны. Героя Советского Союза «Золотая звезда» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Доложив по радио о том, что подбил войну. После третьей атаки в Упере прозвучали слова «Поторфан, дыма вытаскивает». Нет сомнений в том, что Киттихау Сафонова был поврежден воздушным стрелком. В оперативной сводке 2-го гвардии Краснознаменного авиаполка за 30 мая 1942 года так и отмечено. Подполковник Сафонов подбит в воздушном бою. Однако, согласно официально опубликованной версии, самолета Киттиханова оказалась в реке. Кораблей в реке видели, как один Киттихау под углом вредался в воду и установил их в руку. Помочь ему? Тем временем, старший лейтенант Покровский сверху сзади вбел огонь по третьему 88. Вероятно, это был тот же лейтенант, которого ползит и боится в заповне. Выпустив весь боезапас, Покровский сделал вират и применил горячий на воде по планировке. Капитан Орлов до дистанции 30 метров стрелял по юмкошему, которого загорелся левый пик. И подбитый самолет стал сломан на их сборку. Раскочив вперед, Орлов развернулся на противника в воздухе. По немецким данным, в этот день бухгалка на севере решились трех. По воспоминаниям Леонида Ивановича Родионова, бывшего мишка на северном фронте, казахского свидетеля на северном фронте. По рации ясно были слышны переговоры в наших лучших арстаманов. Было отчетного слышно, как Сахонов сообщил, сбил одного, немного погодя, сбил второго. И вдруг подбил третий, сам подбит, тянув корабля. Хорошо видно было, как его самолет упал в поле. Командир бригады Горин попросил нестаршего агитара конвоя, а юмкошек, агитарный взлетел в соотечеяниях, агитарных, разрешение послать один корабль на место падения самолета. О том, что упал самолет Сахонова, знали не только наши, но и старший командир, а его рация все время была страшна. Однако разрешение на выход корабля из ордера не последствия. Запросили вторично, подчеркнули, что сбит именно Сафонов, и снова отказ. Итог двух боев 3 на 3. Если не считать, конечно, что в бою погиб герой Советского Союза, подполковник Сафонов. Вот, собственно, и все. Герои неба. Борис Сафонов, лучший советский летчик истребитель начала войны. Дважды герой Советского Союза. Свой первый вражеский самолет Сафонов сбил до на 3-ти день на рейд. А вскоре он стал настоящей грозой Люфтманга. В осенью в будущем было 11 самолетов противной войны. Только за август он одержал отличных побед. Борис Сафонов был командовый полков, который оборонял в Орд, Искрадный лёгок врача, защищился в Орд. 30 мая 42-го года советский летчик истребитель был с превосходящими силами противника. Волк сегодня выполнил свою задачу, но командир не сгибает. Субтитры создавал DimaTorzok